Мы с вами рассмотрим, это апологетика как обличение заблуждений. Это все мы там же продолжаем. Апологетика как обличение заблуждений. Кто помнит вообще, что такое апологетика? А защита чего? Ну в данном случае мы о чем говорим? Мы о какой апологетике говорим? Совершенно верно. Защита христианской веры. Ну смотрите, тоже очень интересный такой момент, что защита истины должна быть не только пассивной, но и активной. То есть другими словами, это означает, что мы должны не только защищаться, но иногда еще и нападать. Ну нападать только, вы помните как, да? Без агрессии, да, там, с кротостью, со смирением. А вот и так далее. С улыбкой. А диалогы, да? Не натяну, не переходя к грамме. В принципе, все основные новозаветные послания, которые мы с вами читаем, да, представляют собой заочную полемику с иудействующими, либо с антиномистами или гностиками. Можно себе отметить, да? Мы сейчас каждый рассмотрим этот момент. Значит, с иудействующими. Ну вот интересно, на ваш взгляд, кто такие вообще иудействующие? Ну это верующие, бога, люди, которые верят в единство бога, то есть у них монотеизм, то есть он не единство бога. Они ожидают еще приходу Иссии. Ну тогда бы мы сказали, это иудеи, да, то, что вот ты перечислил, то можно было бы сказать, что это просто иудеи. А здесь идет речь об иудействующих. Иудействующие. Это действует по... Это не просто иудеи, они действующие. Иудействующие. Иудействующие, да, иудействующие. Ну, какие есть еще предложения? Может, иудеи и не иудеи, которые все вместе с иудеями... Ну вот, скажем, как-то у нас мессианские, это евреи и не евреи. Ну я понял, да, это своего рода празелиты, да, которые из язычников обратились в иудеизм, ну, из ваших слов. Но это тоже не то. Ну все же, что же такое иудействующие? Ну хорошо. В двух словах, но мы сейчас поговорим об этом больше. Сейчас я просто скажу в двух словах для начала, потом мы посмотрим. Иудействующие — это верующие христиане из иудеев, которые создали кризис тогда в отношениях с верующими из язычников, связанные с тем, что они говорили о том, что для того, чтобы быть последователем Иисуса, нужно обрезываться и соблюдать все обряды. И в действительности, ну скажем, мессианская община, церковь, да, она столкнулась с этой проблемой, и это был определенный кризис в отношениях, потому что все было просто, когда вся община состояла только из евреев, да, и как бы все жили тем же самым порядком, каким жили до этого момента. И все изменения были в том, что они наконец-то дождались о мессии, и мессия — это Иисус. Они примирились через Него с Богом и продолжали жить, как они жили, ну в том отношении, что они соблюдали те же обряды и так далее и тому подобное. И никаких не было проблем, не возникало никаких вопросов и так далее, да. Но вот создаётся проблема. Вдруг к вере приходят язычники. Что с ними делать? Тех, кого не звали. Что с ними делать, действительно? Что же с ними делать? До этого момента было понятно, потому что если из язычников приходили люди в иудаизм, да, то что было? Всё очень просто. Они проходили обучение, ну скажем так, да, после чего они проходили, да, через гиюр, омовение, обрезание для мужчин. И всё, они были, остановились, а после этого иудеи. Ну а в данном случае приходят язычники, присоединяются к телу Мессии, и при этом никто их не обрезывает, законов они не соблюдают. Что же с ними делать-то? Понимаете, да? И вот происходит столкновение, потому что верующие из иудеев, те, которые считают, что и для верующих из язычников всё должно быть таким же самым, они приходят, там где, допустим, проповедовал Павел, приходят в эти церкви и говорят, «Ребята, а что это, вы просто крестились и всё? Этого недостаточно, надо ещё всех мужчин обрезать, вот, все должны следовать традициям, постановлениям и так далее». То есть только таким образом вы тогда можете быть частью тела, вы можете быть спасёнными. И вот это вот конфликт. Конфликт, который возник, потому что хотели возложить соблюдение всех этих правил, обрезание всего остального на язычников, ну, на верующих из язычников. Так будет более правильно, потому что, если просто сказать язычников, то это означает людей неверующих. То есть на верующих из язычников, те, которые обратились ко Христу. И, то есть, это вот была самая большая проблема. И мы видим, что Павел, он обращается, да, в деяниях 15 главе. Это был первый апостольский собор, как его называют, да? Иерусалимский, да, на котором было принято решение, что же делать нам с иудеями, ой, извините, с язычниками, которые присоединились. Ну, давайте прочитаем 15 главу. Некоторые пришедшие из иудеи учили братьям, если не обережетесь по обрядам Моисееву, не можете спастись. Когда же пришло разногласие и немало состязаний у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве, и некоторым другим из них отправятся по всему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси и уверовавшие и говорили, что должно обрезать язычников и заповедовать, соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения всего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, «Мужи и братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали». И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, веруя, очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавши, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, «Мужи и братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам с кинью Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа против человека и все народы, между которыми возвестится имя мое», — говорит Господь, творящий все сие. «Ведому Богу от вечности все дела его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, что они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою. «Именно Иуду, прозываемую Варсаву, и силу мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям и заязычникам, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Ибо угодно Святому Духу, и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. «Воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие хорошо сделаете. Будьте здравы». Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении. Иуда и сила, будучи также и пророками, обильно словом преподали наставления братьям и утвердили их. Достаточно. Итак, что мы видим из этой главы? Ну, во-первых, мы видим, что нам здесь показан сам конфликт, да? То есть вот эта вот ситуация проблемная, которая возникла, то, о чем я уже говорил сейчас, да? И, во-вторых, мы видим, что в итоге было принято решение. Это показывает нам еще на одну очень интересную такую мысль в том отношении, что в действительности исторически можем увидеть, что апологеты принимали какие-то определенные также решения и выводили доказательства по каким-то темам в результате того, когда эти темы возникали. Ну, идеально, конечно, должны были работать над этим ранее, понимаете, да? Например, даже там вопрос, например, коснемся там триединства. Реально как бы его стали рассматривать более так серьезно и принимать какие-то решения только аж там на Никейском соборе. В 325 году, да. То есть до этого момента верили так, эти по-другому и так далее. То есть как бы не было выработано определенной, как бы, в действительности какой-то доктрины, не было выработано какого-то богословия, не было сделано никаких определений там и так далее. Вот. Но когда встал вопрос, что появились те, которые начали говорить, что Бог не триедин, Он един среди христиан, да, то произошло столкновение, осознали, что есть проблема, которую надо решить. И тогда сели и стали решать эту проблему. И положили начало там вот этому богословской выкладке в отношении триединства Бога. То же самое и здесь происходит, мы видим, что ходили, проповедовали Евангелие, люди присоединялись, спасались верующие из язычников, и как бы никому особо не было до этого дела. Ну, спасались, слава Богу, всё хорошо, свидетельства мы слышим, что Бог касается, Бог там действует, да, Бог крестит Духом Святым и так далее. То есть всё так происходит замечательно. До тех пор, пока не появляются вот эти вот иудействующие, да, которые говорят, не-не-не, так не годится. Это непорядок. Недостаточно покаяния и крещения. Недостаточно. Нужно ещё обрезание, исполнение всех требований, которые предписываются в законе. В результате мы видим, что это становится реальной проблемой. И всё приходит к тому, что должно быть уже принято какое-то решение. Всё приходит к тому, что в действительности должно быть разработано даже богословие в этом отношении, что и как, и зачем, и кому делать. И вот 15 глава, она показывает нам о том, что собравшись молились, размышляли и в итоге приняли решение. И мы видим, что у них даже есть обоснование, да, что они не принимают просто решение вот так вот, методом голосования. А давайте проголосуем за то-то или за то-то. Хотя на Никиевском соборе в 325 году многие вещи были решены именно таким образом. Да, не было доказательства, как бы больше, знаете. А то есть мы решили так и всё, как бы, знаете. Ну, то есть позже потом уже вырабатывались как бы в действительности доказательства. Но в данном случае мы видим, что они делают акцент и на Писание, да, что в действительности Бог сказал, что восстановлюсь к кинью Давидова, да, что язычники присоединятся и так далее, и тому подобное. И в результате мы видим, что чем они решили обременять или не обременять язычников? Не обременять обрезанием и сводов законов, да. Но с другой стороны, они также сделали определённое предписание, да. То есть уже есть, можно сказать, это, скажем, нравственная, как бы такая апологетика, в том отношении, что нравственный образ жизни, какой должны они вести для того, чтобы в действительности... Да, то есть вот что должно происходить. И здесь перечислено, ну, вы знаете, да, что это взято из Ноевого Завета. Ну, вот эти все постановления, которые они искали, это взято из Ноевого Завета. И сказали, что... Чтобы они... 28 стих. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени боли, кроме сего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая себя, хорошо сделайте, будьте здравы. Знаете, у меня в данном случае, конечно, когда вот я стал в этом разбираться, у меня возник вот интересный вопрос, ну, для меня во всяком случае, в том отношении, что тогда явилась проблемой присоединения, ну, скажем, к церкви, да, присоединения верующих из язычников. И что с ними делать? И как им быть вообще, да? Вот. Ну, скажем, время, в которое мы живем, часто возникает вопрос, ну, он возникал раньше, да, и сейчас, а что же делать сегодня к присоединившимся к церкви из евреев? Не затруднять. Не затруднять чем? Языческими обрядами? Ну, чтобы мы свои обряды, да, на них не уважали. Ну, какие, да, надо подумать, какие. Ну, вот это, на самом деле, интересен тот момент. Почему? Потому что, если мы смотрим и рассматриваем исторический, да, контекст в данном случае, то мы видим, что верующие из евреев, они продолжали вести тот же образ жизни, который они вели. Понимаете, да? И, смотрите, при этом никто им не говорил, что они делают неправильно. Ну, понимаете, да? Возник вопрос, что язычники, ну, пришедшие верующие из язычников живут неправильно, потому что они считали, что они живут правильно, соблюдая, следуя и так далее, и тому подобное. И при этом, как бы, мы видим, что позже все происходит по-прежнему, то есть эта церковь в Иерусалиме и другие, они живут таким же самым образом. И сегодня возникает вопрос, вот в чем. Когда приходят верующие из евреев и хотят, например, продолжать вести, если это были, допустим, религиозные, да, ну, люди, да, и они хотят продолжать жить таким же самым образом, ну, в том отношении, соблюдать кашрут, поклоняться таким образом, да, или что-то делать еще, там, носить кипу, там, одевать талос, навязывать филин, может быть, еще что-нибудь. Могут ли вообще они это делать или нет? Да. Вы говорите, да, но многие говорят, что нет, это нельзя, почему? Обрезаться нельзя. То нельзя, это нельзя. Это противоречит Слову Божьему. Ну, я думаю, может, улицы на голову, потому что они просто макать, наверное, не стоят. Не, ну, вы берете то, что не относится вообще в данном случае к библейскому иудаизму. Когда мы говорим об этих вопросах, то мы говорим, конечно, не о современном иудаизме, а мы говорим о библейском иудаизме, потому что есть вещи, которые являются библейскими иудаизмом, есть вещи, которые являются современным иудаизмом. Вот, поэтому это тоже очень такой серьезный вопрос. Но все-таки давайте мы продолжим рассматривать вот этот кризис, который был в тот момент в церкви из-за иудействующих. Почему? Потому что особенно для нас, как людей, которые находятся в мессианской общине, это тоже является на сегодняшний день важным фрагментом. Потому что неоднократно я видел, как все начиналось, в движении мессианского служения как бы в нормальном русле, а иногда потом это все становилось очень крайне, крайне такое иудействующее. И причем, знаете, иудействующим в плане не библейского иудаизма, а в плане современного иудаизма. всякие вещи, там постановления и так далее, и тому подобное. И при этом негативно в данном случае то, что в итоге вопрос не в том, что если евреи решили обрезаться, если они не были до этого обрезаны, да, и там соблюдать кашрут, выполнять какие-то постановления, как говорят, Бог в помощь. потому что даже жить таким образом на самом деле достаточно сложно. Но проблема в том, что все эти действия в итоге бывают подводят к тому, что под это подписывают и причем так, знаете, подписывают таким очень жестким методом неевреев. Понимаете, да? И неевреи становятся более иудеистскими, чем сами. Да, да, да. И неевреи становятся иудеистскими. Они становятся в действительности иудеистскими, потому что они почему-то в этом вопросе особенно ревностны. Даже те, кто присоединяются сегодня к современному иудеизму, да, и, допустим, из неевреев и вот проходят геюр, обрезаются и так далее. То есть вот они очень такие, вот я в Израиле сталкивался, но они просто такие, ну, ревнители, знаете, вот как Павел, который готов были закидать камнями тебя прямо там на месте за то, что ты веришь в Иисуса и так далее. Но в данном случае это в действительности мы почему рассматриваем этот вопрос, потому что это именно отправные точки апологетики, с другой стороны, потому что это и сегодня встречается, реально встречается. И я скажу вам, сегодня из-за таких проявлений очень много, знаете, нарицаний происходит на мессианское движение в целом вообще. Потому что из-за того, что мессианское движение оно такое разнообразное, разношерстное, еще и плюс ко всему есть вот такие перекосы, то в результате смотрят же на всех одинаково, не разбирается же никто. Сразу а, ну все с вами ясно, кроме там. Мессианские евреи а, ну все с вами ясно. Да, да. Вот, да, вопрос. Разумная грань заключена в том, что в данном случае мы должны знать, что спасение приходит только через мессию Иисус. Не соблюдение субботы, не обрезания, никакие другие вещи, мы сейчас будем об этом во всем говорить, они не приводят человека ко спасению. Другими словами, вы не становитесь ближе или дальше к Богу, обрезываясь или не обрезываясь. В данном случае нет, это неправильная аргументация, потому что в данном случае храм и кашрут это разные вещи, потому что кашрут это кошерная еда, которую Бог заповедал в Торе, это чистая еда, то есть то, что Бог сказал о том, что это кушай, это не кушай. Знаете, всегда есть два важных момента, связанных с тем, что Бог заповедал. Например, если мы говорим о кашруте, то здесь не только религиозный подход к этому вопросу, но всегда присутствует также и чисто, скажем, такой медицинский подход или польза на то, что ты ешь. Например, возьмем ту же свинину, о которой идет речь больше всего и чаще всего. Допустим, если мы говорим, например, о свинине, при неправильном ее приготовлении можно болеть различными желудочными заболеваниями, очень негативными. А если мы еще возьмем Израиль, где жарко и где это мясо, этот жир портится очень быстро, то это крайне может приводить не просто к заболеваниям, а к смертельным даже случаям. Особенно, если мы говорим о том времени, когда все это было заповедано. Понимаете, да? Ну и тут же есть и другая сторона. Вопрос в том, что все эти животные, которые считаются нечистыми, это животные, которые едят с кровью. А Бог сказал с кровью не есть ничего, помните? Эти все животные едят с кровью. То есть та же, например, свинья, она запросто съедает мышь или что-нибудь еще и так далее. Кроме того, что они едят нечисть, там разные и так далее, то таким образом еще. То есть об этом можно тоже много говорить. Всему есть свои причины и постановления. В этом вопросе Павел так же, если говоря о еде или поклонении суббота или какой-то день, Павел в послании к римлянам в последних главах разбирает этот вопрос, говоря о немощном, в том, что один ест, другой не ест. И поэтому ты поступай разумно. Если ты можешь есть, но ты видишь, что с тобой есть немощный, вери, и он не ест, то ты его не соблазняй. Или наоборот, ты не ешь, а он ест, то ты его тоже, если ты силен, вери, не соблазняй его таким образом. Понимаете, да? То есть и там идет разговор о поклонении и обо всем остальном. он говорит конкретно, этот отмечает день, для Бога отмечает, этот не отмечает день, для Бога все равно. Все для Бога. Если все для Бога, то все в порядке. Понимаете, да? Вот. там есть тоже, там было столкновение верующих из иудеев, вот он послание к римлянам пишет, вот эти главы. Там столкновение верующих из иудеев и верующих из язычников. А проблема какая? Собираются для того, чтобы участвовать в хлебопреломлении. Один достает кусок сала на стол вложит, второй с такими глазами смотрит и говорит, как это вообще можно кушать? И начинает спорить, начинает скандалить, обида. Вы понимаете, да? И Павел разбирает эту проблему и говорит, что, ну, мы просто должны относиться к этому, если ты свободен, да, и ты можешь себе кушать, то ты уважай просто того, кто не кушает и все. Понимаете, да? Поэтому все решается именно таким образом. Хорошо. Давайте хотя бы, чтобы мы успели закончить иудействующими. Значит, по мнению Павла, он считал, что если вы ищете свою праведность в законе, то это означает, что, ну, обращение к Христу вообще вам не нужно. И крест, ну, как символ того, что была там пролита кровь Иисуса, да, что он воскрес из мертвых, также не имеет никакого значения и является бездейственным, если вы свое упование и свою праведность возлагаете на закон. Понята моя мысль или нет? Нет? Просто слово «закон» он как бы, ну, трактуется по-разному. Да, да. Ну, в данном случае имеется в виду закон, именно связанный с тем, что вы ищете праведность в том отношении, что вы следуете всем постановлениям, которые были предписаны в этом отношении. В данном случае я говорю. Я не говорю о законе Божьем, мы там будем тоже это рассматривать, как бы, потому что была другая ересь, которая была связана с тем, что если мы теперь, мы это чуть позже будем говорить, если мы обратились ко Христу, мы теперь свободны, поэтому мы можем делать все, что мы хотим. Еще раз можно повторить? Да. Значит, по мнению же Павла, если вы ищете свою праведность в законе, то это означает, что обращение ко Христу не нужно и крест является бездейственным. Ну, другими словами, это означает просто отойти от Христа, отпасть от благодати. В Галатах, в пятой главе с первого по шестого стиха Павел пишет. Кто там имеет возможность прочитать, пожалуйста. С первого по шестого. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающему, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати, а мы духом ожидаем и надеемся на праведность от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью. Итак, из этого отрывка мы видим четко, да, как бы позицию Павла в этом отношении. Ну, помните его слова, он в Евгениях говорит, о том, что, в послании к филиппийцам он говорит, что, если кто может надеяться на плоть, то я больше. Еврей из евреев, фарисей из фарисеев, обрезанный на восьмой день и так далее, соблюдающий закон и все остальное, да, то есть, но он говорит конкретно о том, что в действительности, если ты следуешь вот этим всем постановлениям, если ты возлагаешь на себя эти вот и ожидаешь, что через это ты получишь праведность, вы слышите, да, то есть, в данном случае, тогда праведность приходит каким образом? через дела, совершенно верно. А Бог говорит нам в послании к ефесянам через апостола Павла, он говорит нам что? Что не делами мы получаем спасение, да, но через веру по милости и благодати Божией. И здесь он также рассматривает этот вопрос и говорит, что если вы оправдываете себя законом, ну то есть, если вы пытаетесь, да, себя оправдать законом, то есть, поступая правильно, то есть, и считая, что вот за счет того, что вы так поступаете, вы имеете праведность, имеете оправдание. Вы слышите, в чем именно проблема, да? То вы тогда остаетесь без Христа. Зачем? Он тогда и не нужен. То есть, тогда вообще какой смысл во всем этом? Короче говоря, вся эта история, она действительно, знаете, двигалась к тому, что церковь могла быть разделена в тот момент. Потому что, например, иудействующие могли разделиться там с верующими из язычников, да, и просто расколоться на две части, получилось бы, скажем, там два уже течения. Одни были бы иудействующие, другие были бы просто из язычников. Церковь из язычников, церковь из евреев. Но мы знаем в том же послании к ефесянам, да, во второй главе Павел рассматривает этот вопрос и говорит, что Бог явил такую особую милость, что Он дал возможность язычникам иметь мир с евреями, и иметь мир с Богом через Мессию Иисуса, который принес мир, который благовествует мир и который сам является миром. И поэтому Он говорит, что Бог сделал из двоих одно. Вы понимаете, да? И поэтому церковь на самом деле по откровению, которое Павел получил, она состоит из двух, из еврея и нееврея. И невозможно это дело разделять. Поэтому это была проблема. И Павел, он очень серьезно выступил в отношении того, что то, что они говорят, это вообще неправильно и не должно иметь места на самом деле. Поэтому он обратился в Иерусалим к апостолам и они, порешав, вынесли вот это решение и таким образом после принятия этого решения это было оглашено всей церкви. Видите, послали людей, которые пошли и говорили решение, которое было принято апостольским собором иерусалимским и они шли и везде говорили о том, какое было принято решение, как правильно поступать, как правильно жить. И уже вопросов не возникало. Это не говорит о том, что, знаете, тут же избавились от этих людей, которые были иудействующими. Нет. Они многие там, кто-то, наверное, сказал, да, мы согласны с тем, что сказали на наши старейшины, да, мы согласны с апостолами, мы принимаем это. Но были те, которые сказали не-не-не, я не собираюсь вот это вот выслушивать и вот это принимать. Поэтому мы видим, что эти группы из этих иудействующих, они продолжают появляться то там, то здесь, совращая людей с пути истины. И поэтому Павел пишет послание Галатам, например, да, которое направлено именно вот в отношении вот этой проблемы. Особенно вторая глава с первого по десятый стих. Кто готов прочитать? Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Этида. Ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитый благовествование, проповедуем мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита бывшего со мной, хотя и Елена не принуждали обвязаться, обкравшимся, лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лица человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и узнав о благодати данной мне Иаков, ибо содействующий Петру в апостольстве и у обрезанных содействовал и мне у язычников, и узнав о благодати данной мне Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами подали мне и в Арнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять точности. То есть мы видим, что Павел, он описывает эту ситуацию, да, что вопрос был решен. И он вновь возвращается к этой теме, потому что эта тема опять поднимается, опять приходят эти иудействующие, да, уже братья, да, и он конкретно об этом говорит. И интересно, что в завершении как бы я хочу сказать, что Павел имел особое откровение, и об этом откровении он говорит в Ефесянах в третьей главе, Ефесянах в третьей главе, и это, знаете, откровение важно по некоторым вопросам. Давайте прочитаем с первого по седьмой стих, ну, как бы это отрывок целый, здесь один стих, который говорит нам об этом откровении. Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычником, как вы слышали о домостроительстве, благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая между, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом Его и пророком Духом Святым. Вот тайна. Шестой стих это тайна. Чтобы и язычником быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией данным мне действием силы Его. Почему хотел сделать особенный акцент именно на этой тайне? Потому что она здесь нам говорит о двух вещах. Во-первых, она говорит нам в противовес именно вот этим вот тем, которые пытаются быть иудействующими и приносят вот этот дух разделения связанный с тем, что нужно обрезаться, нужно то, нужно это, что без этого не может человек получить спасение. То есть идея вся заключена в чем? что идея заключена в том, что именно только это путь ко спасению. Таким образом вытесняется кто? Христос, Мессия вытесняется, понимаете, да? И это теряется весь смысл. Это с одной стороны. И здесь написано в этом шестом стихе, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. А ну просто взгляните и подумайте, о чем здесь сказано? Кем язычники должны быть? Внимательно. Со наследниками и еще что? Сопричастниками. Я почему хотел обратить ваше внимание на это? Знаете, в христианской среде существует такое мнение, ложное мнение, ересь, что церковь заменила Израиль. теория замещения, да. И идея как бы заключена в том, что сегодня Израиля как народа Божьего не существует, а народ Божий это теперь уже церковь, которая заместила Израиль. Но при этом все благословения, обещанные Богом, отошли к церкви, а все проклятия остались за Израилем. Вот. Что интересно, что вот этот вот именно стих, который здесь говорит, да, шестой, здесь сказано, чтобы язычникам быть, заметьте, не заменяющими Израиль, да, а со-наследниками. Что значит со-наследниками? Состоящими вместе, да, то есть они смогли быть рядом и получить то же самое, но никак не взамен, понимаете, да? И так же самое, как здесь сказано, что со-причастниками, это означает, что опять же они смогли стать причастниками, ну, со-причастниками, причастниками вместе, да, уже с теми, кто это имеет, но никак не взамен их. Понятно, да? Поэтому, если мы смотрим на эту тайну внимательно, обращаем на это внимание, и мы видим, что евреи и неевреи, они находятся в одном теле вместе. А для того, чтобы было более понятно, рекомендую прочитать еще вторую главу ефесянам, не сейчас, а вообще прочитайте себе, особенно там с 11 по 18 стих, оно показывает нам, что к чему и так далее. Связано, как в действительности Павел пишет, что в Иисусе Христе мы стали евреи и неевреи одним, составляющим одно тело. Аминь. Аминь.